всех приветствую на канале переехали в сочи сегодня у нас 9 градусов тепла даже 10 обещают кстати несмотря на пасмурную погоду что выглядит солнце у нас погода кстати непредсказуемая сочи поэтому с утра может быть даже заморозок в обед разогреется солнце до 15 градусов сегодня я хотел бы поговорить на тему снятия квартиры в аренду да есть обращаются люди ко мне которые говорят помоги снять квартиру как вообще где искать и вот несколько советов вам дам на примере моих знакомых которые переезжали на примере собственном примере как через который мы проходили естественно если люди которые хотят снять квартиру переезжая сюда то есть в этот город сразу вам хочу сказать что лучше это лучше всего это делать до начала летнего сезона то есть туристического сезона когда еще есть варианты долгосрочной аренды по нормальной цене но имейте ввиду что квартира в аренду может отличаться по цене то есть в летний период времени вам могут поднимать стоимость ежемесячные оплаты в не сезон то есть будет она доступнее дешевле снять квартиру в сочи но ниже 20 тысяч рублей у вас не получится либо это будет просто студия самая маленькая на отдаленных каких-то местах то есть совсем далеко там может быть за 15 найдете но в среднем рассчитывайте год 20 тысяч это будет там либо хорошая однушка либо даже там полторашка какая-нибудь но подальше от моря все то что близко к морю находится то сдается в основном по суточному могут вам сдать и долгосрочно но попросить вас съехать то есть и такое тоже случается и достаточно часто потому что будут сдавать по суточную многие живут по суточной аренды поэтому отсюда у нас и складывается такая дорогостоящая аренда вы живете в своем городе и естественно вам хотелось бы допустим там не только выбрать квартиру да ну и забронировать но здесь вот я бы сказал что лучше этого не делать почему потому что если вы не знакомы с городом если вы не знакомы с районами с этими районами особенностями то вы можете ориентироваться только по карте да вот по карте вам кажется что в принципе рядышком находится и школа там то есть рядышком и детский садик который вас в принципе был устроил но у нас специфичный город то есть достаточно рельефный поэтому не во всех так сказать жилых комплексов получается равнина какая-то да не во всех жилых комплексов есть парковка если у вас есть автомобиль поэтому на это будет стоит обратить внимание если вы будете передвигаться на машине дистанционно по объявлениям допустим бронировать квартиру я бы не советовал потому что возможно вам этот район не подойдет многие даже когда снимают квартиру долгосрочно потом разочаровывается в районах не подходит по и по тем или иным причинам это может связано быть и с работой примеру да то есть отталкивайтесь от того чем вы будете заниматься вообще перед тем как снять квартиру по и поищите себе работу дистанционно это тоже возможно то есть раскидать резюме поискать объявления на авито поискать объявления там на хэдхантере но других ресурсах может быть на форумах и так далее да мы про это уже говорили почему потому что вы будете привязаны так сказать к работе если будете перемещаться с одной стороны в другую сочи то это будет некомфортно и накладно его потом уже скажете да лучше я поближе к работе бы тогда и снимал то есть грубо говоря если у вас работа будет например на красной поляне какой смысл в центре сочи снимать квартиру но это просто вам обойдется дорого вот эта езда и так далее поэтому все таки от работы тоже многое зависит если у вас есть дети имейте ввиду что допустим что касается школы школы да вам дадут место допустим школе не во всех конечно но обязаны дать по временной регистрации временную регистрацию надо просить делать собственника жилья у которого будете снимать квартиру неохотно идут если вы действительно долгосрочно будете снимать квартиру и тут конечно же вы должны иметь ввиду что у вас попросят депозит то есть чтобы вы понимали когда вы будете рассчитывать на аренду квартиры вы будете платить за первый и последний месяц на первый последний месяц то есть это не за два месяца вперед просто взяли и так сказать чтобы следующий месяц у вас уже он оплачен нет у вас будет депозит висеть так сказать у собственника жилья у собственника жилья будет висеть и заблаговременно вы должны предупредить за месяц что вот этот вот месяц у вас последний вы съезжаете с этой квартиры тогда как бы этот депозит как раз таки будет последней оплатой вашего проживания что касается допустим дистанционной сдачи да то есть вот вы выбрали может быть по объявлению уже вас устраивает квартиру тут есть тоже ряд особенностей то есть многие пользуются мошенники по этому поводу и просят вас перевести на карту там 5000 рублей к примеру и вам гарантированно бронь этой квартиры но опять же если мы вернемся к той теме что вы незнакомы с горным сочи то мало того что вы можете попасть на мошенников да так вы еще и просто разочаруетесь вместе и 5000 вам никто не вернет поэтому не стоит этого делать как искать вот на мой взгляд самое правильное решение это не просто вы должны конечно ознакомиться найти какие-то зачатки по поводу работы тоже обязательно да и и вам надо просто приехать сюда приезжайте сюда и снимите гостиничный номер буквально на 2-3 дня там на 2-3 ночи вы снимаете квартиру либо там гостевой пусть даже номер можно и в отель разместиться на booking и посмотреть можно на сайте библиоглобус посмотреть уже тоже кстати неоднократно говорили что до летнего периода времени до сезона там достаточно доступные цены какие то есть можно даже снять за 300 рублей номер на двоих вот и в каких-то моментах даже бывает с питанием то есть питанием завтраками это парадокс но такое бывает обратите на это внимание то есть на сайте библиоглобус смотрите можете ознакомиться с этими ценами вот и вы приезжаете допустим туда две-три ночи и самостоятельно уже сами если на автомобиле передвигается ознакомитесь с района познакомиться что вам ближе подойдет в каких-то допустим больших комплексах там вообще сидят консьержи консьержи тоже есть информация по аренде квартир в этом доме тоже можно у них поспрашивать можно посмотреть на авито но имейте ввиду что на авито очень не только много вот этих всяких недостоверной информации ну и то что там продают там сдают в аренду недвижимость именно специалисты по недвижимости поэтому они попросят с вас так сказать агентское вознаграждение порядка 30 процентов от месячной стоимости то есть примеру если квартира стоит 30 тысяч рублей в месяц то агент вам подберет ну вы должны заплатить агенту порядка 10 тысяч рублей за подбор то есть он вам конечно подберет не только эту квартиру может быть и другую вот но тут конечно бояться нечего если вы только дистанционно не бронировать но по крайней мере вы не совершите ошибку когда дистанционно это все делает поэтому я и совет лучше всего остановиться в гостинице вы самостоятельно выберите то место которое ну вам подойдет по крайней мере пусть даже если вы заплатите денежку там специалистов по подбору но зато вы не совершите ошибку и возможно не будет каких у вас там переездов качающих с одной стороны вот но имейте ввиду что это будет для вас с наименьшими потерями так сказать и пустым временем обязательно прислушайтесь к моему совету потому что вот мы по крайней мере переезжая сюда у нас была возможность у маринина подруги остановиться в квартире то есть нам дали ключи квартира была для отдыха и несколько дней мы там проживали и искали как раз таки по авито по другим каким-то объявлениям можно залезть на какие-то форумы почитать там разместить заблаговременно объявление можно даже на авито разместить объявление сниму квартиру пусть вам предлагают может быть даже и пусть и специалисты там может быть и собственники будут предлагать но у вас уже будет допустим хотя бы пару дней для того чтобы выбрать поэтому не спешите бронировать квартиры вот и ознакомьтесь с городом когда вы сюда приедете вы не забудьте про то что вы будете если искать работу где вы будете работать и как будет удобно вам добираться до одного места очень специфичный город вы его видите через наши экраны вот но поэтому нюансов очень много и также мошенничество конечно же тоже присутствует все всем благ всем правильного выбора ну и оставляйте комментарии подписывайтесь на канал всем пока